Примеры безаламерного отношения управляющих компаний к своим обязанностям прямо сейчас в эфире дежурной по городу. Здравствуйте. Поселок Южный дом номер 20. Отопление в угловых комнатах двух квартир третьего подъезда практически отсутствует. У нас уже много лет проблема с отоплением. Конкретно вот по этой комнате по угловой. То есть нету должного отопления, температура не соответствует норме, комната не жилая. То есть как бы жить здесь не предоставляется возможным. Так, сейчас у нас градусник показывает 14 градусов. Дневники вот ввиду с отопительного сезона. Жаловались мы уже не первый год в нашу управляющую компанию. Электрощит. Вот. На что вот, как говорится, обещали нами заниматься, но никак вот не доходит. Сказали мы вот вам перемычку поставим. Мы согласились. Вот нам сделали перемычку. Сказали будет в комнате замечательно, тепло. Ну знаете, все то же самое. Также ГЖИ приходило к нам. Вызывали ГЖИ. Они делали предписание компании, чтобы до 30 декабря 2014 года привели отопление в порядок. На что вот нет. Улица Победы, 104. Подвальное помещение по третьим подъездам в запущенном состоянии. В нашем подвале состояние ужасающее. И это на протяжении вот стольких лет, сколько я здесь живу, в этом доме. Пытаемся писать в жилищную инспекцию, в прокуратуру. Обращались многократно все жильцы этого дома в наш ЖЭК. Но как бы до сих пор ситуация все на том же месте. То есть нам говорят, что частично что-то они меняют, частично не меняют. Но суть в том, что жить здесь летом невозможно. Мы вот жильцы первого этажа, конкретно моя семья, съезжаем на дачу. Не просто потому, что жить просто нам хочется на даче, а потому, что жить здесь летом невозможно. Конкретно вот в этом году мы уехали в конце мая и переехали 30 ноября. Потому что здесь вонь сумасшедшая. У меня младший ребенок болеет постоянно. Не удивлюсь, если именно из-за вот этого зловония, которое здесь происходит. Проблема не решена. Окончательно, так сказать, она не решена. То есть, ну, вонят, а все это остается. Вонь, мухи, блохи, все остается. У нас здесь безумное количество летом комаров, здесь блохи. И так как мы вот, значит, меня конкретно кусали, все это есть справка из КВД. То есть, это обращались, но все, боссы, мы не там. На данный момент ситуация такая, что в подвале все течет, фекалии, вонь и ничего не меняется. Улица Первомайская, 27, первый подъезд. Ремонтировать протекающую в перекрытиях канализационную трубу управляющая компания не спешит. Образовался вот это уже в течение пяти лет, вот этот вот грибок, вот этот течь. Делали эксцентрический ремонт, но опять это все вышло на руки. Почему это образовалось? В квартире номер один прозревает девушка с детьми. У нее и банк, который под на перекрытие, образовалась трещина. Это, как сказали, с кислородом. И из этой трещины течет вода в трубе, да, канализационной. Вот, на что мы писали заявление во все инстанции, это ЖКХ. Никто, к сожалению, в течение двух-трех месяцев вот этот вопрос наш не решает. Вот, у нас постоянно отключали воду, потому что мы топим банк. Вот, мы не можем ни искупаться, ни приготовить еду. То есть, у нас нет человеческих условий, чтобы проживать. Квитанции нам приходят каждый месяц, мы должны оплачивать за коммунальные платежи. Но, то, что происходит вот здесь, у нас, я считаю, что это просто нет слов. Или мы будем делать это за свой счет, все. Или все это рухнет в итоге, в конце концов. И все потому, что для нормальной жизни здесь у нас грудные дети и грибок. Это, то есть, как проблемы есть. Я живу здесь пять лет, и вот в течение пяти лет все одно и тут. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова